Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы с вами посетим вновь открывшийся проект, который называется GT Drive. Естественно, построенный на базе игры GTA V и расположенный на мультиигровой платформе Rage MP. На данный проект я уже заходил. Заходил с неким обзором, но на тот момент проект был на стадии разработки. И в общем-то все, что я мог рассказать и показать про этот проект, это какое направление выбрали разработчики и как оно движется. Движется, имеется ввиду, разрабатывается проект. Ну а теперь проект уже открыт. Он в онлайне. 3 декабря было открытие и проект находится в ОБТ. То есть открытое бета-тестирование. Заходите, смотрите, любуйтесь. Ну и мы с вами зайдем и посмотрим. Начнем, естественно, с меню персонализации, которое сейчас перед вашими глазами. Здесь, в общем-то, ни плюсов, ни минусов никаких выделить не могу. Обычное меню, достаточно стандартное, никаких добавлений, нововведений здесь нет. Из минусов невозможно крутить персонажа. Нет такой функции. Вот смотрите так, как стоит перед вами персонаж. Повернуть его вправо или влево невозможно. Ну, в общем-то и все. Вот такое вот меню. Давайте быстренько накидаем какого-нибудь персонажика и пойдем в открытый мир. А мир, в свою очередь, встречает нас с локацией аэропорта. Что, в общем-то, достаточно предсказуемо, ну и логично. На первых же минутах посещения этого проекта я должен сказать, что это не уникальный проект. Это переделка. Переделка рыдаки. Но надо сказать, что переделана она достаточно качественно. Зайдя на проект, вы не сразу поймете, что это старая рыдака. Ребятам удалось ее перелопатить, сделать неузнаваемой хотя бы на первый взгляд. Действительно, на первый взгляд вы заходите, смотрите, не понимаете, что это действительно редэйдж. Редэйдж переделанный и переделанный в принципе неплохо. На первый взгляд. Да, поковырявшись более глубоко в этой карте, вы начинаете понимать, откуда ноги растут. Но, тем не менее, я считаю, что, в общем-то, такой визуал накинут достаточно неплохой. Так все завуалировано, я бы так, наверное, сказал. Ну и, в общем-то, вот таким вот образом теперь выглядит карта. Ищем мэрию, потому что это же рыдака, нам нужно ехать в мэрию. Но здесь, на самом деле, в мэрию ехать не обязательно. Я просто поехал туда для того, чтобы вам показать, как она выглядит, ну и вообще, какой есть функционал у местной мэрии. Давайте выдвигаться. Для того, чтобы выдвинуться, мы арендуем транспорт. Транспорт находится прямо здесь же. Точек аренды, на самом деле, очень много. И стоят они в ключевых местах, вот, что я всегда отмечаю. Но, но, транспорт арендованный вам особо не нужен. Денег, с которыми вы заходите на проект, в принципе, хватит, чтобы купить какую-то, ну, не очень дорогую телегу. Также, наверное, надо отметить, что ребята не поскупились, и вы можете заметить, добавили в аренду разный транспорт. Есть и трициклы, и мотоциклы, ну и куда же без жужжалок. Так, сама схема аренды, ну, вы видите, как это выглядит. Да, мы выбираем время, на которое хотите арендовать транспорт, и, естественно, его арендуем. Я выбрал вот такой вот трицикл, кстати, не советую. Выглядит прикольно, управляется и едет, как овно. В общем, вот такое. Но то, что он есть, это уже плюс. Все-таки это не какая-то жужжалка, которая уже всем надоела. Выбираем трицикл, едем в Мэрию. Еще расскажу, трицикл такой себе. Я уже как-то показывал, да, несколько вариантов трициклов, да, они управлялись здорово. Но у них была задняя ось, двойная сзади, а здесь, видите, передняя ось, и управляется это все делом крайне неинтересно. Вообще такая себе моделька, у которой нету даже вида от первого лица. То есть он есть, но только ни черта не видно. Ну и сразу же еще про одну фишку этого проекта. Вы, наверное, слышите сигнальный звон. Этот звон говорит о том, чтобы я пристегнул ремень. Здесь идет принуждение. Этот звон не выключится. На мотоцикле вы, на машине он будет всегда. И каждый раз, когда вы садитесь в машину, вам надо пристегивать ремень. Иначе будет вот этот вот дын-дын-дын постоянно. На самом деле это надоест. Я об этом скажу еще не один раз. На многих проектах я встречал систему пристегнуть ремень, но никогда и нигде я не видел, чтобы это было вот так навязчиво. С этим звоном, который не кончается. Не пристегнетесь, этот звон вас задолбает. Под конец я вообще начал выключать звук. Ну ладно, пока мы едем в мэрию. А мэрия же, в свою очередь, расположена не в стандартном месте для привычной рыдаки, но такой отсыл а-ля Детнет. Блин, и здание такое же, и в том же месте. Ну и даже по функционалу чем-то напоминает проекты Детнет. Но, конечно же, это не так. Вот так вот выглядит, в общем-то, само здание. Привычный интерьерчик. И здесь есть три вот такие вот маркера. Первый маркер, он, видимо, еще не работает, потому что здесь мы должны узнавать про какую-то недвижимость, судя по тому, что здесь написано, но ничего здесь не работает. Я все перепробовал, может быть, я что-то не понял, что-то не так нажал, не знаю. Но мне кажется, что просто проект еще в ОБТ, просто функционала нету, потому что нет, например, функционала меню персонажа. Кнопка G есть, она есть в списке, нажимаешь, меню персонажа нету. Точно так же, видимо, и в мэрии. Это меню еще не работает. Дальше у нас лицензионный центр. Здесь есть некие лицензии. Опять выполнено вот таким вот образом. Здесь вторичная недвижимость, вторичная покупка торговли. Ну и еще сюда же внесен и дайвинг. Ну и последний маркер, который здесь расположен, это некий паспортный стол. Последний маркер. Вот он. Заходим. Здесь вы можете поменять имя, фамилию, за определенную сумму, естественно. Вот вы сейчас все видите. Некий паспортный стол. В общем-то, вот и вся мэрия. Как вы видите, на RedAge вообще никак не похожа. Это о том, о чем я говорил в самом начале. Что все-таки переделать ребятам удалось. Ну и так как здесь больше делать нечего, выдвигаемся на рабочие занятия. Которые можно найти как на карте, так и через телефон. А вот про телефон-то надо сказать, что переделать особо его не удалось. Можете заметить, что он выглядит так же, как и на RedAge. Да, его немножко дополнили, но и стиль, и дизайн все осталось старым. Ладно, едем мы на первое рабочее занятие. Естественно, включив, вернее пристегнув сраный ремень. От которого, я говорю на полном серьезе, вы устанете минут через 20-30. Настолько это надоедливая тема. Не знаю, зачем ее ввели. Ну и первое рабочее занятие, которое вы сейчас видите, выглядит вот таким вот образом. И сейчас я, наверное, буду бомбить. Потому что, ну, во-первых, я ждал совсем другого. Проект называется GT. И когда я его рекламировал, да, так можно сказать, показывал направление данной разработки, которое должно было быть в автомобильном направлении. То есть, ну, Drive GT, да. GT Drive. Машины, все связанное с машинами и тому подобное. И нет, мы бьемся об лед фарма. Причем фарм на этом проекте очень и очень хардовый. И сейчас мы это потихоньку разберем. Итак, выглядит эта точка вот таким вот образом. Работа называется Грузчик. Похожая работа есть, например, на том же GTA.com. Но там вы берете в этой же локации, в этом же месте ящик, пробегаете 10 метров и ложите этот ящик. Бежите обратно, берете и опять ложите. Здесь же, с этим ящиком, надо бежать в самый конец порта, в самый конец корабля. Блин, занимает это, казалось бы, одну минуту, да. Но 20 ящиков 20 минут. А это не очень дорого, я вам скажу. Зачем такое расстояние? Вот зачем, казалось мне, на тот момент. Но вы можете заметить, что здесь, на этом рабочем участке, есть люди. Видите, да, бегают, как и я, вместе с коробками. Казалось бы, да, новички, поэтому все здесь. А нет, здесь нет привязки к уровню. Вы можете выбрать абсолютно любую работу. Абсолютно всю работу, какая есть на проекте, кроме дайвинга, на нее надо лицензию. Все остальные работы вы можете выбрать. И прокачивать уже, ну, непосредственно саму работу. То есть, если вы выбрали, например, там еще есть следующая работа, там, да, мусорщик. Вы получаете уровни за это рабочее занятие. Первое, второе, третье и так далее. Но все работают здесь. На тот момент я тоже этого не понял. Но мы это еще разберем в дальнейшем. Огромная дистанция пробегать. Я всегда бомблю на то, что я не вижу смысла. Зачем вы гоняете игрока? Вот в чем смысл? Я никак этого не могу постичь. Я не понимаю, зачем? Почему? Зачем? Ну, зачем делать такие дистанции? Вы какой-то кайф ловите от того, что игрок носится с этим ящиком через вот такие вот расстояния, меняя при том еще и рельефы. Да, то есть мы поднимаемся по этой лестнице, поднимаемся на корабль, бежим по кораблю. Петлять по нему еще надо. Не просто бежать по нему еще надо петлять, смотря какая точка тебе выпадет. Возвращаться, брать на эту же лестницу. Есть еще и в конце лестница, но она неудобная. Приходится бегать все время через одну и ту же лестницу, толкаясь с другими игроками. Неудобно. Зачем? Вот я всегда спрашиваю, зачем? Какой кайф от того, что игрок носит вот такие вот дистанции, тратит время? Ну, вот зачем? Действительно, мне это не понять. Я видел много рабочих занятий, но вот такие вот дистанции, по-моему, я вижу вообще первый раз. Чтобы с коробкой бежать вот такое вот расстояние, на моей памяти я не могу припомнить действительно рабочего занятия, где надо было брать ящик и бежать с ним через порт, через корабль в другой конец. Хрен знает. Вот зачем? Вот зачем? Но тогда я еще не понимал, что это на самом деле самое простое занятие. Поэтому здесь мы видим людей. Ни на одном другом занятии больше мы людей не увидим. Ну и то, что касается самого проекта, который и называется GT Drive. И я еще в своем ролике говорил, что ребята выбрали направление как раз-таки автомобильного спорта, автомобилей, да, с ударением на автотехнику. Неужели не хватило никакого креатива или, может быть, возможностей, чтобы сделать действительно какое-то рабочее занятие для новичков интересное? Да тот же самый водитель погрузчика. Если даже брать вот эту рыдаковскую сборку, да, здесь есть, например, почтовый служащий. Дайте ему какую-нибудь прикольную машину, раскрасьте ее и пускай гоняет. Это было бы ближе по тематике. Какой в задницу грузчик? Ну какой в задницу грузчик? И казалось бы, ну что, это первое занятие, которое ты увидел, да? Дальше-то, может быть, будет интереснее? Не будет дальше интереснее. Не будет. Ну и давайте переходить потихоньку к следующим занятиям. Ну а этого я действительно не ожидал от проекта. Я уже думал, покреативничают ребята как-то все-таки более-менее в интересную сторону. Ну вот мы видим то, что видим. Длинные расстояния и бесполезная беготня. Я бы даже сказал, не бесполезная беготня, а трата времени. Действительно ценного времени. Ну и лично я от такого затронства никакого удовольствия не получил. Соответственно, очень быстро я уволился и поехал дальше. Опять, точка аренды находится рядом. Как я и сказал, точки аренды во всех ключевых местах замечательны. На каждой арендной точке вы увидите уникальный транспорт. Здесь мне понравился вот такой вот электромобильчик. И опять вот напрашивается же сама тематика, да, автомобильная. Вот есть такие вот уникальные машинки. Но лучше бы вы сделали не вот этого гребаного грузчика, а доставщика. Стандартного рыдаковского доставщика. Но вот на этой вот машинке, раскрашенной под какие-нибудь уникальные цвета. И какие-нибудь коробки вместо пиццы, да. Он там что разводит в стандартном рыдаковском исполнении, я его уже не помню. Почту, по-моему, просто разводит, да. Ну что-нибудь придумайте. Вот вам, пожалуйста, тематика автомобильная. Автомобильная же и работа. Но нет, вот какой-то задротный грузчик. Ладно, едем в автошколу. Про которую я, в свою очередь, опять ничего хорошего сказать не могу. Я вообще не вижу смысла такой автошколы. Ну, как она выглядит, вы это видите, да. Опять привет GTA.com. В общем-то, все то же самое, только нету теории. Слава тебе, Господи, нету теории. Зато есть практика. И практика очень долгая. Вот опять, ну зачем такие расстояния? Ну зачем? Чему вы пытаетесь научить игрока? Нажимать кнопку W, что ли? Зачем такие долгие расстояния? Я еще пожалел, что я не стал снимать грузовик. У грузовика вообще какие-то запредельные дистанции. Напрашивается вопрос. Зачем? Вот зачем? Я вообще не вижу смысла езды вот по этим триггерам. Они ни к чему не приводят. Ну чего? Даже атмосферности никакой не создается. Ты просто тупо едешь вот по этим вот маркерам. Так еще и такие расстояния. Ну зачем? Тут вообще у кого-то с расстояниями какая-то серьезная проблема складывается. Мы это еще дальше увидим. Все рабочие занятия растянуты на всю карту. Вот я показал грузчика с каким-то неимоверным пробегом. Грузчик-дальнобойщик. Вот автошкола, в которой я устал просто ездить. Причем, как я еще раз скажу, зачем? Вот зачем? Можно было бы просто сделать тогда покупку лицензии. Если уж у вас такая упрощенная сдача экзаменов. Просто гоняешь как дурачок по этим триггерам. Зачем? Опять. Зачем? Не знаю. Ну, в общем, сдал я на все три категории. Снимать не стал, потому что это задротство. Это просто тупое задротство. Ездишь по маркерам. Единственное, что еще раз повторюсь, сказал, что пожалел, что не стал снимать грузовик. Там вообще куда-то меня утащило, хрен знает куда. Двигаемся дальше. А дальше у нас работа мусорщика. Такая уже достаточно привычная работа мусорщика. Но здесь она выполнена немножко по-другому. Как она оформлена и в какой локации находится, вы сейчас видите. В общем-то, оформление уже такое достаточно знакомое. И я эти скрипты показывал, в общем-то, не на одном проекте. Ладно, в скриптах сейчас дело. Устраиваемся. И первая загвоздка. А где машина? Почему-то точка устройства, да, бот стоит в одной локации. А машина находится с другой стороны этого здания. И, естественно, туда ничто не прокладывается. Вам сразу же отмечается на карте точка, куда вам надо ехать. А вот где брать машину, попробуйте догадаться, блин. Если не догадаетесь, поедете на своей. Большинство, видимо, так и делало. Потому что здесь никого нету. Может быть, половина даже и не поняла, что надо на машине ездить. Потому что машина, еще раз повторюсь, стоит с другой стороны здания. Почему нельзя сделать и бота, и машину в одном месте? Вопрос, который, ну, видимо, нет ответа на него. И переходим к самой работе. Данную работу я показывал не на одном проекте. И много модификаций данного рабочего занятия я показывал. Одно из них, например, всем известный проект Majestic. По-моему, на Majestic самое лучшее исполнение работы мусорщика. Не буду спорить, может быть, где-то есть еще и лучше, просто приведу пример именно Majestic. Так вот, там мы выезжаем на точку и начинаем на этой точке собирать мусорные мешки. Собрали мусорные мешки, штуки 3, 4, 5, там как выпадет господин Рандом. Проезжаем где-то километр и опять такая же локация, где мы собираем мусор. Здесь же работа мусорщика-дальновойщика. Вы гоните через всю карту за одним единственным мешком. Почему так, объясню чуть-чуть позже. Но сама задумка, вот как вы... Я уже сказал, да, что здесь у кого-то с дистанциями есть проблемы. И работа грузчика, где ты бегаешь, хрен знает зачем, с таким ящиком, блин. Как будто мы грузим корабль 18 века, да, в ручном режиме. Большие расстояния в автошколе и здесь все то же самое. За одним мешком вам придется проехать полкарты. Опять работает господин Рандом, где-то чуть-чуть поменьше, где-то чуть-чуть побольше. Надо сказать сразу же, что на данном проекте нет работы дальнобойщика. И я думаю, что и не надо. Потому что любая работа, за которую вы возьметесь на этом проекте, будет выглядеть как дальнобойщик. Даже если вы бежите с коробкой. Вы бежите с коробкой к приличное расстояние. Сдаете на права приличное расстояние. То же самое и на работе мусорщика. Расстояние, пробеги просто огромные. Просто огромные. Приезжаете на точку, берете всего один мешок и едете за следующим. И вот так вот бегаете по карте. Вернее, не бегаете, а ездите по карте в разные концы. И в Палета Бэй вас может закинуть. И обратно потом с Палета Бэй в Лос-Сантос. Вот так вот и носитесь. У кого-то серьезные проблемы с дистанциями. Действительно. Вот именно поэтому на этой работе, например, и нету никого. Первая причина это непонятно где машина появляется. А вторая ты ездишь. Очень долго ездишь. За одним мешком. А оплачивается, естественно, именно вот этот вот мешок. Один. Двадцать минут ты едешь, блин, получаешь зарплату. Двадцать минут. Поэтому все и бегают вот там, где я показывал грузчики. Потому что там ты тратишь всего одну минуту. Одну минуту. Здесь ты тратишь гораздо больше. В разы больше. А оплата, ну, она несоразмерна. Там ты за это время успеешь заработать в три раза больше. Никто не продумывал экономику. Никто не продумывал дистанции. Залепили все как залепили. Тестирование, я уверен, никакого не проходило. Иначе это можно было бы заметить еще на стадии конкретного ЗБТ. Ну, вот такая вот, в общем, работа. Если кому интересно, как выглядит работа на Моджистике, вот я сейчас оставлю ссылочку, как это вообще, ну, должно, на мой взгляд, выглядеть. Да? Ну, и как это выглядит здесь. Ну, ладно. На этой работе, естественно, я тоже задержаться надолго не смог. Потому что она просто убила все время, которое я здесь провел. Поэтому увольняемся с нее и переходим дальше. А следующим шагом я решил приобрести автомобиль. Ну, проект несет такой автомобильный характер. Поэтому на автомобиле надо будет посмотреть как можно больше и как можно подробнее. Начал я, естественно, с дешевого сегмента. Вот такой вот автосалончик. Этот интерьер я показывал еще на своем видео про этот проект. Он так и остался здесь. Здесь есть уникальные интерьеры. Мы еще коснемся некоторых из них. Вот один из них. Прикольный магазинчик. Ну, и вот дешевый транспорт, который здесь представлен. Как я в начале ролика и сказал, что вам сразу же будет доступен вот такой вот джипик. Он стоит там 3 с чем-то тысячи. В общем-то, если сдавать на категорию B и не тратиться больше на другие категории, то вы, в принципе, сможете, наверное, сразу же его купить. А может быть, даже хватит и на все категории, и на него. Честно говоря, не считал. Мне хватало денег, поэтому я вот его и приобрел. Ну, и весь остальной транспорт, который здесь есть, вы тоже видите. Надо сказать, что и в видео в своем про этот проект, когда он еще разрабатывался, и сейчас я должен сказать, что здесь есть так называемый дрифт-мод. То есть, любая машина может дрифтовать. С помощью клавиши Shift вы как бы подключаете эту опцию, да, и машина становится дрифтовой. В тот же самый момент, как вы зажимаете Shift, машина становится скользкой. Ну, и вы, в общем-то, дрифтуете. Абсолютно любая, и этот джип, и даже мусорная машина может дрифтовать. В общем-то, надо еще так же сказать, что это единственная фишка этого проекта. Хотя она тоже не уникальная. Хотя этот проект несет вот такую автомобильную тематику, да. Данный мод, например, я видел еще год, да, наверное, полтора назад на Смотре. Там вообще первоначальное рабочее занятие. Ты садишься развозить вино и дрифтуешь. Ну, а здесь это автомобильная тематика и этот мод, которому на самом деле уже, наверное, никого и не удивить. Да и автомобилями-то уже тяжело кого-то удивить. Сейчас игрок такой уже изысканный, уже повидавший видов, так сказать. Поэтому вот автомобили я покажу, так как все-таки проект автомобильного направления. Поэтому вот. Это, как я и сказал, дешевый сегмент. Покупаем вот такого вот джипика широкий и двигаемся дальше. Так как, в общем-то, про этот автосалон и про этот джип больше говорить нечего. Ну, разве что я должен еще упомянуть, что здесь есть некий тест-драйв. Используя машину, вы можете заехать в любое ателье и посмотреть, какой тюнинг ставится на эту машину. Я не знаю, удивит это кого-нибудь или нет. По-моему, такое делается везде. Но, тем не менее, здесь это тоже есть. По цветам мне пришлось выбрать черный цвет, потому что все остальные цвета в автосалоне, ну, честно говоря, чмошные. Ладненько, выдвигаемся дальше. И следующая у нас будет работа на фермерских угодьях сборщик ананасов. Вообще, здесь на проекте есть две рабочие специальности. Сборщик ананасов и сборщик мандаринов. Ну, посмотрим только одну, потому что одна копирует другую. В общем-то, ничего уникального мы не увидим. Как же это выглядит? Да, выглядит это очень и очень стандартно. На самом деле, это один из первых скриптов, которые я вообще увидел, когда начал знакомиться с проектами GTA 5. И даже при первом моем посещении того, не помню же, как назывался, по-моему, Vice, что ли, или как-то так назывался проект. Очень много уже проектов через меня прошло, не помню название. Так вот, еще даже когда я первый раз знакомился, я сказал, что это дурь какая-то. Это не похоже на сбор ананасов. Это раз, ну, не собирают ананасы. Один в одном конце поля, другой, потом бежим в другой конец поля. Потом опять в другой конец поля и так бегаем от точки до точки. Так не собираются. Это не выглядит антуражно. Это не выглядит реалистично. Если говорить про какой-то реализм. Но это даже не играбельно. Опять беготня. Вот опять беготня. Как я вначале сказал, вы какое-то удовольствие, что ли, от этого получаете, когда игрок просто носится, как дурачок. Вот точка А, точка Б, точка А, точка Б. И чем дальше от этих точек, тем, наверное, удовольствия у разработчика все больше и больше. Наверное, ночью не спится, если игрок пробежал очень мало. Зачем гонять? Вот зачем? Почему нельзя сделать, как это делается в жизни? Один ананас взял, следующий взял, следующий взял, следующий взял. И так прошел грядку. Развернулся, взял другую. Зачем гонять от точки до точки-то? Зачем? В чем кайф-то? Неужели кто-то думает, что от этого игрок получает удовольствие? Ну, бред же. Ну, бред. Ну, поэтому сборщика мандаринов мы даже и смотреть не будем. Поверьте, это то же самое, только ты бегаешь от дерева к дереву. Причем от самого крайнего дерева до самого крайнего дерева. Вот такая вот работа на этом проекте, которая опять никакого отношения к драйву не имеет. А я ведь ждал, что ребята все-таки покреативничают как-то и сделают рабочие занятия действительно в автомобильной тематике. Ведь их много, их огромное количество. А если включить еще и фантазию и умение работать со скриптами, можно сделать действительно хороший проект. Но мы видим то, что видим. Собираем ананасы, господа водители. Ну, а в конце хочется добавить, если не знаете, как можно сделать, ну, зайдите вы, позаимствуйте идеи на других проектах. Например, как сделана фермерская работа на Гранде РП. Подошел, зашел на грядку, взял лейку, полил цветочек, сделал два шага, полил цветочек, сделал два шага, полил цветочек, сделал два шага. Причем все это делается еще и автоматически. Нету никаких вот таких вот разбросов, точек по 200 метров. Ну, посмотрите, как у других сделано. Чего же вы-то творите? Ну, этот скрипт не настроен. Он вот такой вот отродясь. Как я и сказал, я его уже видел. Поэтому, ну, вот видим, что видим. Ну и ладно, хрен с ним с этим рабочим занятием фермерским. Переходим к следующему. А следующее у нас рабочее занятие, принадлежащее этой сборке, это инкассатор. Особо над ним не парились. Точка всего одна. Находится вот здесь, Палита Бэй. Заходим, устраиваемся, получаем машину. В общем-то, вы сейчас все видите. Опять пробеги. Опять пробеги. Вот такие вот дистанции. Наверное, поэтому здесь и нет работы дальнобойщика. Она бесполезная. Дальнобойщик будет выглядеть, как мальчик на побегушках. Потому что все остальные преодолевают расстояния точно такие же, как и дальнобойщики. Наверное, если бы они здесь были. Следующее. Почему... Помните, я вам показывал работу мусорщика. Почему там ездишь за одним мешком? Да вот, в общем-то, потому что мусорщик это тот же самый скрипт на инкассатора. Поэтому и один мешок. Подъезжают на точку, появляется мешок. Даже та же самая анимация. Садимся, едем дальше. Вот и все. Это тот же самый скрипт, только раздвоенный. Поменена техника. Поменен костюм. Кстати, если говорить про костюмы, наверное, вы заметили, что и грузчик, и садовник, да все-все-все носят одну и ту же форму. Даже не стали заморачиваться. Просто прописали на все рабочие занятия одну и ту же форму. И да, конечно, если про это говорить, то это же ОБТ. Поэтому, наверное, в дальнейшем все исправят. Ну, а рабочее занятие инкассатор выглядит вот таким вот образом. Это инкассатор-дальнобойщик. Опять дистанции, опять дистанции. И опять именно поэтому все бегают в порту с ящиками. Как бы ни казалось это глупо, но это действительно самая нормальная работа оказалась. Пробегать вот такие дистанции, которые я показывал в самом начале, проще, чем проезжать вот такие вот дистанции. А по оплате это получается еще и меньше. Ты тратишь огромное количество времени. Машина не быстрая, машина не поворотливая. Плюс тебе надо выйти, взять мешок, сесть в машину. Тратится огромное количество времени. Поэтому люди же не дураки. Все, видимо, попробовали, посмотрели. Да ну и вон нахрен. Проще таскать ящики. Возле работы грузчика стоят гелики. Люди на геликах приезжают и таскают там ящики. Никто не хочет работать на всех остальных рабочих занятиях. Как я и сказал, никакого, видимо, тестирования не проходило. Никто не заморачивался по поводу дистанции, экономики, траты времени, профита. Никому это не надо. Просто залили, просто открыли. Играйте. Играйте и отписывайтесь, нравится вам или нет. В общем, вот такое вот рабочее занятие. Ну и это последнее рабочее занятие. Как я и обещал, еще сходим в несколько автосалонов. И первый это донатные техники. Почему донатные? Ну, потому что у них очень интересный интерьерчик. Вот интерьерчик я показывал в своем видео про этот проект. Кстати, если что, вот здесь будет ссылочка на этот проект, который еще был в разработке, когда я его показывал. Ну вот и этот интерьер. Действительно, интерьер уникальный. Я нигде больше его не видел. Только на этом проекте он есть. Это магазин донатной техники. Ну, а что сказать про сам магазин? То, что я показывал еще два месяца назад в том рекламном ролике, то, в общем-то, мы и видим. Машины посажены криво. Какие-то висят в воздухе, какие-то, наоборот, утоплены. Ну, тогда я на это не обращал внимания. Потому что тогда еще шла разработка проекта. А сейчас это уже ОБТ. Но даже поправить позицию машин не смогли. Мало того, машины появляются вот таким вот образом, как вы сейчас видите. Ну и вот, пожалуйста, что с ними можно сделать? Если перелистывать быстро, то они начинают вот так вот танцевать, танцевать. И в один прекрасный момент они вообще исчезают. Машин больше нету. Все. Машины ушли. Вот такой вот проект. И вот такие вот здесь косячки на самом деле. Которые можно было бы исправить еще, может быть, даже после того видео. Два месяца назад. По ценам не знаю. Действительно, я не нашел нигде никакого-то конвертера, во что это конвертируется. Я услышал только интервью разработчиков, что стоимость одного вот этого какого-то GT-коина равна 1 рублю. Ну, а цены вы видите. В общем-то, решайте сами. Дорого это или дешево? Я не знаю. Я не покупаю машины за реальные деньги. Так что смотрите. Кому, кто любит донатить на проектах, вот цены вы сейчас видите. Переходим к следующему автомобильному салону. Он находится недалеко от этого. Но он уже попроще. Здесь уже более простые машины. Как они выглядят и что это за автосалон, вы тоже видите. Я обещал, что, в общем-то, проект носит автомобильный характер. Поэтому на автомобиле посмотрим чуть подольше и побольше. У меня замечание только еще есть одно, что цвета подобраны просто какие-то отвратительные. Кроме черного мне не нравится вообще ни один. Ну, ни один. Да-да, здесь есть, можно сказать, расширенное меню кастомизации. Там вы можете поменять цвет и материал можете поменять. Но вот изначальные цвета вот такие вот. Я всегда выбирал черный. Ну и, наверное, все. Больше на этом проекте мне вам показать нечего. Скажу честно, что я ждал от этого проекта гораздо большего. Я надеялся, что ребята подойдут как-то более креативно. Сделают что-то действительно интересное. Пускай, да, на какой-то старой рыдаге, но что-то интересное, что-то новое. Ну, а в результате получили то, что получили. В принципе, проект ничем другим не отличается. Он обычный. Такие открываются каждый день пачками. Вот недавно я показывал то же самое. Старая рыдага, переделанная под новый какой-то свой формат, своего видения. Ну, и это, в принципе, то же самое. Свой какой-то формат, какое-то свое видение. Понравился ли мне? Нет. Удивил чем-нибудь? Нет. Можно ли на нем играть? Конечно, можно. Тем более, что есть люди, которые кричат, что все вот эти механики, скрипты, анимации, они им не нужны. Главное, это РП. Ну, а если так, то заходите и играйте. Проект открыт, проект находится в стадии ОБТ. Заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok